Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Бывает так, что перцы очень хорошо нагружены, но никак не хотят созревать. Висят и висят зеленые, никак не набирают хороший красивый цвет и вкус. В особенности такое случается с перцами на улице. Но, разумеется, такое и встречается в теплице. Конечно, существует множество травматичных методов по ускорению созревания плодов, такие как удаление листьев, подрезание корневой системы, опрыскивание солевыми растворами, а также крепкими растворами йода. Но все-таки, чтобы перчики как следует созрели на корню, а это значит, что они сохранили весь свой вкус и аромат, необходимо сделать особые подкормки, благодаря которым перчики будут наливаться с особой быстрой силой. Вот я вам расскажу сейчас самое-самое простое, что вы можете сделать для ускорения налива плодов перцев на корню. Кстати, многое также из этого подходит и для томатов. Иной раз томатики тоже не мешают немножко ускорить. Придать им, так сказать, нужный импульс. Я абсолютно уверен, что многие из вас помнят такую историю, как усиление созревания арбузов с помощью селитры. Вот накачивают арбузы селитрой торговцы, производители, чтобы они быстрее наливались красным цветом, и поэтому эти арбузы вредные. Но на самом деле, действительно, селитры являются тем самым удобрением, которое перцу помогает набрать цвет. Но не только селитра здесь рулит. Здесь еще очень важно наличие самого калия, поскольку именно калий ответственен за то, что плоды будут наливаться сладостью, цветом, соком, ароматом. Поэтому мы все будем делать без вреда, без избытков. Поэтому подкормка буквально столовой ложкой калиевой селитры на 10 литров воды будет нам очень и очень благоприятно. Значительным усилением селитры является добавление 9% пищевого уксуса. На эти 10 литров раствора селитры я добавляю буквально полстакана 100 мл. Этого достаточно. Между прочим, уксус и сам по себе усиливает созревание и перца, и, между прочим, томата. Поэтому подливы только уксусом или уксусом с селитрой являются очень и очень благоприятными для ускорения процессов. Вместо уксуса вы также можете взять и янтарную кислоту. 2 грамма на 10 литров. Имейте в виду, что препарат янтарин в этом плане является весьма расточительным. И дешевле янтарную кислоту купить в порошке или даже в аптеке. Лимонная кислота здесь слабовата, поэтому лимонной кислотой лучше этот рецепт не заменять. Раствором селитры калиевой с уксусом или без, или только уксусом нужно брать примерно 500 мл, то есть пол-литра, на одно растение. Такие проливы нужно делать не чаще, чем один раз в 7 дней. Если же вы все же боитесь за нетрачивание вашей продукции, то возьмите такой совершенно инновационный препарат, как среда питательная томат перец баклажан с особыми микробами, которые будут регулировать, ускорять, усиливать развитие растений, благодаря чему плоды будут наливаться очень и очень хорошо, без дополнительного нитрата. И вообще без дополнительных каких-то удобрений. Тут все работает за счет очень полезных живых, естественных природных микробиков и их взаимоотношений с растением. Вы просто берете 30 мл на 10 литров и также поливаете по пол-литру на каждое растение. В результате уже через несколько дней вы видите, что перчики ваши не просто замечательно нарастают и назариваются, но попробовав их на вкус, вы увидите, почувствуете, что вкус совершенно другой и очень-очень вкусный, когда вы используете такие питательные среды от Биотсо. Что ж, пользуйтесь современными достижениями науки и технологии для блага вашего урожая и здоровья, но также вы можете пользоваться и более тривиальными, но не менее эффективными способами. Только не забудьте об умеренности нитраты в продукции. Ничего хорошего, лишние нитраты вам не принесут. Старайтесь нитраты не перебарщивать. До скорой встречи!